Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас распаковка очень крутых посылочек с Алиэкспресс. Давайте начнем, наверное, с часов. Мы заказали смарт-часы. Или не знаю, как они правильно называются. Интеллектуальные часы. В общем, вот так выглядит коробочка. На обратной стороне показано, что все сообщения с мессенджеров разных, с фейсбука, с твиттера принимаются, чаты. Будильник, какие-то приблуды для спорта, звонки, шагомер, давление меряет, меряет пульс. И стоили эти часики около 260 рублей, по-моему. Я вам подсказочки сбоку всегда оставляю. Ссылочки внизу на эти продукты тоже. В комплекте есть инструкция. По-моему, здесь нет русского языка. Ну, конечно, зачем? Ведь с Алиэкспресс в России не заказывают вообще. В общем, тут нарисовано, как их одевать. Есть инструкции, есть какие-то штрих-коды. Не знаю, можно их сканировать или нет. На китайском и на английском. Выбрасываем. Ну и давайте посмотрим на эти часики поближе. Вот так выглядят часики. В принципе, для ребенка тоже можно, нормально. На последнюю самый замочек нам 6 лет. Так, кнопка включения. Вот у нас здесь время. И здесь мы можем выбирать функции. Так, шаги, шагомер, пульс, артериальное давление. Для физических нагрузок там какие-то таймеры, секундомеры для занятий и другое. Чтобы выбрать пункт какой-то, мы удерживаем эту кнопочку и переключаем. Много разных функций. Так, выходим отсюда. Вот у нас время. Давайте ради интереса померяем давление. Мы только что его мерили. Там загорается какой-то датчик. Вот там он прям начинает таким зелененьким светиться, который к руке, наверное, касается руки. И меряем давление. Так, ждем. В принципе, недолго. Мы сейчас давление и пульс мерили. И, ну, нормально. Вот, 108 на 78 было. Да, также 110 на 7 с чем-то. Все, убирай ручку, котен. Сиди пока тут. Чтобы синхронизировать с телефона, нужно скачать вот такое приложение. Юху спорт. Происходит синхронизация с телефоном. Здесь вводятся параметры, возраст, вес. Так. Вот у нас сон, пульс. И выводится дальше статистика. Так. Ну-ка, покажи часики. Положи мне на ручку. Вот я что-то нажала. А, и вот он сейчас в режиме как бы онлайн показывает нам сердцебиение. Меряет, наверное. Да. Даже как бы кардиограмму показывает. Вообще здорово. Давление. История сохраняется здесь тоже. При звонке на телефон. Не включила. Происходит вибрация. Я сейчас даже не могу позвонить, чтобы из видео выйти. Так. В общем, когда звоним на этот телефон, на этот номер с этим телефоном, он синхронизирован, то браслет вибрирует. Вибрирует здорово, так. И при сообщениях, ватсап, вибер и других мессенджерах тоже экран вибрирует. Но не отображается имя. Имя человека не отображается. Только вот мобильный телефон. И можно нажатием на кнопочку взять трубку. Нет, отвечать на звонки нельзя. Только с телефона. А сообщение, текст видно. Когда приходит. Вот шагомер. Так, сейчас мы на него обратно вернемся. Вот он. Нажимаем длительным нажатием. Вот сколько пройдено шагов. Как бы с момента подключения этой функции можно сбросить. Вот так вот. Так что часики классные. Такие же, в принципе, как в наших магазинах. Стоят по полторы, по две тысячи. И были они там тоже разных цветов. В целом покупкой безумно довольны. Потому что аналогичные часы у нас в магазинах стоят полторы-две тысячи. Они реально меряют давление правильно. Я перемеряла тонометром. Когда звонят вам на телефон, вы не можете ответить. Вы только видите, да. Кто звонит. И то почему-то не высвечиваются имена. Но надо еще, конечно, полазить в настройках. Они были в трех цветах. Красные, синие, черные. Вот у нас черненькие. Ну, прикольно. Вообще прикольно. Знаете, муж играется с ними и по сей день. Ему очень нравится. Он давно хотел такие часы. Но даже на оптовках они около тысячи стоят. А тут на Али вот за 260 рублей. Вообще просто гуд. Следующая посылка, девчонки, это антипригарный коврик. Я заказывала в духовку. Я ожидала немножко вот как бы другого. Сбоку вы здесь увидите, как он должен выглядеть на самом деле. Упаковано все, в принципе, нормально. Так, где эту упаковку у меня вывалился. Вот. Тут он даже без пупырки был. Просто в пакете. В общем, что он собой представляет. Я даже не знаю. Типа плащевки, что ли, материал. Такой вот тонкий, вот такого размера. Цена, вы тоже видите, все сбоку. Это копейки. И мне будет очень интересно его протестировать. Как он работает в духовке. И вообще есть ли смысл. Знаете, я люблю формы для выпекания. Выстилать пергаментной бумагой, чтобы потом их не мыть. И так готовить. Как вторые блюда, запеканки различные, мясные. Так и десерты. Потом ничего не прилипает к пергаменту. Все отлично. Достаете, и форма у вас чистая. Пергамент выкидываете, и все супер. Вот хочу попробовать вот эту штукенцию таким же образом использовать. Не знаю, что получится. Она как бы, ну да, плотная такая, плащевка, что ли. Ну, не знаю, посмотрим. Время покажет. Очень прикольная покупочка. Это ручка. Ручка, которая пишет невидимыми чернилами. А когда на нее светишь ультрафиолетом, они проявляются. Это было очень интересно. Я заказывала для дочки. Ей жутко нравится. Она с ней играется. Ну, сейчас вы видите все сами. Вот так ручка упакована. Сейчас будем распаковывать и смотреть. Вот она. Тут технология прям батарейки. А, светить надо, наверное, на то, что пишешь. Батарейками. Так. Колпачок открыть не могу одной рукой. Вот какая она сама маленькая. Не ручка, я бы сказала. Даже маркер, наверное. На камеру видно. Она светло-зеленым рисует. Еле-еле видно. Так, а потом, наверное, мы вытаскиваем вот этот ярлычок. И смотрим под ультрафиолетовым вук руть. Так, Атю? Угу. Вообще здорово. Это можно так секретные письма и рисунки писать, рисовать. Давай в темноте попробуем. Вот в темноте. Не, ну здорово. Прикольная штука. Интересно так. Следующая посылка, которую я долго ждала. И мне кажется, мне даже за нее уже деньги вернули. Я открывала спор. Была в пупырке она. Это набор для чистки лица. Девчонки. Кто пользовался, тот знает. Кто не пользовался, сейчас расскажу. Я сама не пользовалась. Пользовалась. Слово, приелась. Но видела в обзорах у девочек такие приспособы для чистки пор. В общем, нам нужно сначала распаривать лицо. Ой, ну открывайся, блин. Как все плотно. Это ужас какой-то. Ломать, что ли, придется? Крыло. В общем, нам нужно с вами распарить лицо. Может быть, нанести какую-то маску. Может быть, какой-то пилинг, который распаривает. И чистить вот таким образом свои поры. У кого есть прыщи, обрабатывать прыщи. Вот этими инструментами жуткими на вид хирургическими. Здесь вот два инструмента. Даже в чехольчиках силиконовых. Потому что они жутко острые. Я не знаю, для чего это надо. Для прокола прыщей, может быть. Вот эти вот острые иглы. Смотрите, какие. Очень острые. И на конце двух этих инструментов меня вообще интересовала вот эта петля. Есть вот такие петельки. В общем, мы распариваем свое лицо. И потом вот этой петелькой вычищаем места, где у нас видны черные точки или поры. Она не сильно острая. Можно делать это вот этим крючочком еще, кстати, вот так. Прямо счищаем. Я сейчас покажу приблизительно, как это должно быть. Вот так сильно водим с надавливанием. Предварительно еще лучше кожу продезинфицировать каким-нибудь антисептиком или спиртом, чтобы, не дай бог, в поры не занести заразу. Это важно. На самом деле инструмент тоже перед каждой чисткой нужно тоже обрабатывать и после. И вот такими счищающими движениями свой нос, Т-зону, лоб мы вычищаем. Очищаем от черных пор на распаренном лице. Это реально работает. Я видела много обзоров. Вот она еще и на конце этого инструмента. Петелька для чего вот эта вот, я не пойму. Ложечка вот такая с дырочкой, я не знаю. И на другом тоже такая же. Может, ей тоже счищать. Но я, в общем, буду пробовать, девчонки. Даже силикон с одной иглы не могу снять. Она какая-то здесь потолще, иголка такая. Мне очень хотелось таким образом попробовать почистить свои поры. Если вам интересно, можем это сделать вместе, тогда пишите комментарии обязательно. Будем с вами тестить вот это приспособление, потому что это очень дешево и, насколько я знаю, эффективно. Это косметологическая процедура, которую делают даже в салоне. Так что буду пробовать, девчонки. И если вам еще раз говорю интересно, пишите. Я сниму для вас ролик на эту тему. Дальше, девчонки, в таком пакетике с пупыркой тоже у меня... Блин, ну нигде нету подарков. Ну так неинтересно. Для маникюра. Гель цветной. Вот так выглядит коробочка. Это, получается, оттенок 1640. Венолиса. Я не знаю, что это такое. Буду делать в следующий раз маникюр. Обязательно попробую. Он зафольгирован. Открыть его прям проблема, наверное, будет, я так чувствую. Не зря у меня рядом оказались эти острые иглы. Сейчас я ими и буду открывать. Правда, все равно порвать пришлось, потому что добротно так сделано. Ой, очень красивый оттенок. Блин, вся перепачкалась. Смотрите, ярко-розовый такой. Красивый. Вот на палец капнула. Зараза. Но красивый мне нравится. Вот. Буду тестировать. Наносить на ногти. Пахнет гель-лаком, без всяких там отдушек. Интересно. Дальше у меня пришел микрофон. Я заказывала его, чтобы снимать видео и проверить качество звука. Это самый банальный, простой микрофон. Мне было очень интересно, как он работает. Сейчас мы с вами это и затестим. Если увидели разницу в звуке, дайте знать. Так, девчонки, одеваю микрофон. Вроде телефон показал, что вы подключили наушники в разъем от наушников. Вот сейчас говорю в микрофончик. Прием, прием. Как меня слышно? Ну, очень интересно, как это повлияет на качество звука. Хочется делать для вас хороший контент. Хороший и качественный. Вот. Смотрите. Сейчас разговариваю с наушниками и вытыкаю. И вот я без наушников. Какие наушники? Микрофон. Вот я без микрофона. Интересно. Самой будет посмотреть, есть ли разница. Ну, давайте пока его подключим и будем снимать с ним. Такая с микрофоном. Я такой крутой блогер. И последняя посылочка, которая пришла мне одномоментно, это вот такая вот штукень для того, чтобы делать вареники, пельмени. Аналогичная приспособа есть в Фаберлике. Только стоит она в 20 раз дороже. Смотрите. В общем, кладем сюда тесто. Есть, кстати, продаются в Пятерочке. Мне очень нравится готовое тесто для вареников и пельменей. Кладете сюда этот кружок. Они прям все одинаковые. Накладываете в середину начинку. Сгинаете. Все прижалось. Прижали. Он у вас залепился. Еще за счет того, что здесь рифленые края. Ну и края не забываем тесто всегда смазывать водичкой. Залепился. Все, пельмень готов. Это вообще чудо, наверное, техники. Респект тому, кто это изобрел. Должно все это прилегать, по сути, плотно. Посмотрим в деле, как будет это все происходить. Мне очень интересно. Конструкция, кстати, наипростейшая. Не знаю, за что. Фаберлик берут такие деньги. По-моему, там 100 с чем-то она стоит. А я рублей за 20, что ли, купила. Но я вам сбоку тоже оставлю. Вот. Вот такие, девчонки, посылочки у меня были с Алиэкспресс. Надеюсь, что вам понравилось. Если что-то понравилось, переходите по ссылкам внизу. Заказывайте, смотрите. Цены, конечно, со временем могут меняться. Некоторые из этих посылочек тоже шли 3 месяца и больше. Некоторые чуть-чуть побыстрее. Вот это, по-моему, месяца 2 шла. Но в целом, мне, в принципе, все понравилось. Сейчас еще буду смотреть на звучание видео. Работает ли вот эта вот хрень. Ну, а я с вами прощаюсь. Обязательно ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Пока-пока. До следующих видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.